добрый день очевидно мы уже в прямом эфире я прошу прощения за небольшую задержку у нас были технические нюансы и давайте тогда сразу с места в карьер начинать я представлюсь меня зовут люба анна константиновна я врач-акушер-гинеколог репродуктолог кандидат минских наук ну соответственно сотрудник клиники инжеси и сегодня рядом со мной мои любимые врачи которыми я регулярно бегаю в гости со всеми своими вопросами это доктор генетик полинникова эльвира сергеевна все ваши регалии пожалуйста озвучивайте сами регалий особо нет давно в клинике репродукции в прошлый четверг также читала лекцию думаю тот кто смотрел со мной немножко знакомо генетики бывают разные вы клинический генетик я который общается с людьми с пациентом они которые там в оборудове сидят да я заканчивала ординатуру медицинская генетика в нашем мечниковском институте и вот уже больше десяти лет являюсь практическим врачом практикующим генетик да так тема сегодняшняя у нас должна была звучать как по gta вообще в рт 35 плюс но если честно если честно мы сегодня решили сделать такой неформальный немножечко эфир с чашечкой кофе со стаканом воды да и презентация у нас конечно есть и тема есть но это будет наверное какая-то канва нашего разговора потому что потому что я решил чуть-чуть обнаглите в запрещенной соцсети в одной у себя на страничке я спросил у своих подписчиков своих пациентов а какие же темы интересны вам какие вопросы вам интересны что у меня будет в руках живой генетик целый час а то может быть и полтора да и давайте ее получаем и мне накидали очень много вопросов собственно говоря на которые мы сегодня и будем отвечать в канве в канве каких-то наших рассказов естественно ваши вопросы тоже приветствуются мы будем видеть и я думаю что когда мы разберемся с этими вопросами мы обязательно придем к вашим ну чего теперь я перестану болтать и дам вам слово наверное так пообщаемся немножко по поводу генетики особенности генетики именно в репродукции часть информации была в прошлый эфир но думаю что из наших слушателей части не было и эту информацию можно будет пока на данный момент обновить и уже по мере может быть какие-то еще вопросы будут связаны с этой тематикой мы будем на них отвечать значит вот презентация которая есть да это я вот добавила наш владимир владимирович путин что семья это не просто основа государства и общества это духовное явление и основа нравственности с учетом нынешних реалий бесплодных пар правда много вот мы для этого и работаем помогая семьям осуществить свою мечту и иметь здоровых детей много но эта цифра то в процентном соотношении это не меняется значит скажем так не меняется наверное последние лет двадцать-тридцать или вам кажется напрямую по-другому не кажется раньше к этому проще относились и ранее для рождения до деторождение все-таки было и приоритете наверное большинства семей то есть все выходили замуж и сразу появлялись дети сейчас в первую очередь все хотят встать на ноги а потом уже заниматься обеспечить да ну по крайней мере в нынешних реалиях если то что они могли сделать раньше плане помощи помощи однозначно конечно верно и мы улетели в космос сравнению там с нашими бабушками теми же самыми но я к чему задала этот вопрос к тому что как раз это наверное и касается темы нашего сегодняшнего эфира о том что люди откладывают это рождение да да надеюсь в том числе на нас да о том что и в 50 мы придем к репродуктологам и будет все замечательно хорошо да а вот нет к сожалению к сожалению не всегда мы можем помочь теми способами которые вам понравятся вот так да или на которые возлагаются надежда но не всегда это приводит к какому-то до конечному результату по планированию беременности в общем тут как бы уже не связано с возрастом до 30 после 35 думаю что стоит подходить в любом случае более осознанно в других странах медико-генетическое консультирование при планировании беременности входит в обязательную консультацию к сожалению в россии такого нет и очень часто бывает что пациента приходят сами говорят что вы знаете я почитал что вот я пришел сначала к вам да и и не анамнеза никакого все просто вот мы решили что сейчас нам пора от себя могу сказать слово я буду иногда кратко одобраться до своими ремарками именно с приемов да потому что я тоже иногда пациентам говорю знаете мне очень жаль что у меня нигде не в клинических рекомендациях да не в приказах не написано о том что я обязана отправить пациентов чем даже уже с бесплодием то есть те которые до меня дошли до к генетику на консультацию или в обязательном порядке сделать им кариотип то есть там все-таки есть показания по показаниям да то есть когда множественные неудачные попытки там и кода какие-то рожденные детки раньше какие-то наследственные до моменты есть а вот так чтобы всех подряд отправлять генетику официально у меня такой бумаги нету и ну соответственно периодически возникают пациенты которым ты это рекомендуешь они говорят да доктор а кто за это будет платить а почему вы нас отправили я стараюсь объяснить пациентам какую какого плана это профилактика в случае когда это уже были какие-то проблемы там с детьми это были проблемы с беременностями или в семье допустим когда мы общаемся что там у мамы у бабушки были множественные потери беременности у нас тоже закрадывается мысль что может быть теоретически в кариотипе вот даже самый простой тот анализ который мы можем он рутинный самый простой доступный по стоимости невысокий сдается один раз и на всю жизнь ничего не меняется нашим горячим горячим да мы по крайней мере понимаем ожидает ли в паре если вот был перед планированием беременности сдан кариотип и там норма что риски замерзших и выкидышей они будут популяционные они обусловлены какой-то структурной перестройка потому что риски по потере беременности при наличии аномального какого-то там сбалансированного кариотипа они могут быть до 50 процентов поэтому генетиками приветствуются но опять же это то что приказы если мы берем именно наше законодательство туда для кариотипирования есть определенные показания это особенно актуально в структуре ну как бы нашего бюджета и минздрава то есть кариотип бесплатно делается только по показаниям а сами дать можете да а сами вы уже вот в рамках планирования беременности по мне это очень хорошая хороший инструмент в плане профилактики вот таких осложнений по течению беременности и прогноза в плане потомства и каких-то рисков даже там врожденных пороков развития у детей которые обусловлены именно какими-то нарушениями в кариотипе у родителей если брать в расчет беременности осложненной хромосомной патологии которая не связана с кариотипом у пары там у нас другой как бы принцип консультирования это как раз вот риски связанные с возрастом женщины с возрастом мужчины мужчины тоже у него тоже есть в определенный вклад в она была идея это после 55 старшие продуктивные группы в принципе от хромосомных патологий именно спонтанных давно возникших необусловленных какие-то какими-то перестройками в кариотипе не застрахован абсолютно никто есть то что не зависит от возраста есть то что может скажите напишите нам пожалуйста у всех зависает эфир нас вообще хорошо слышно видно или нет потому что вот здесь одна слушательница говорит что очень все плохо маякните пожалуйста нас слышно вообще видно прошу прощения так кариотип только кариотип сдавать или сразу же со СМА с моногенками и сдавать до того как вам прийти на первую консультацию и сначала к вам прийти а потом уже сдавать кровь вот как правильно кариотипирование в принципе можно уже сделать до планируемого посещения генетика в отношении скрининга на скрытое носительство вот я буду говорить чуть позже а тут уже обсуждаем почему вот я кстати вот тут вижу вопрос у бабушки мужа первые три ребенка мальчика и умерли по неизвестной причине в первые месяцы жизни потом была девочка и у девочки да как бы правду ну девочку выносили все девочка здорово вот опять же вот этот анамнез он нам очень важен семейная нам насколько информации вы знаете мы хотя бы три поколения ну желательно знать то есть если у нас есть половая принадлежно что это мальчики возможно это x цепленное заболевание который носитель является женщина и проявляется на только тогда когда у нас рождаются да или не рождаются мальчики вот там обследование определяет именно клинический генетик на основании родословной данном времени генетических анализов очень много очень дорогие да очень дорогие но когда видишь там 100 тысяч 200 тысяч за один анализ бывает но тут также зависит это как прогноз потомство в данной паре потому что бывает так что в родословной допустим все девочки 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 а вот там в данной паре получилась ситуация связана с каким-то опять же икс цепленным заболеванием хотя в анамнезе нет вот есть то на что мы можем обратить внимание по семейному анамнезу туда же относятся какие-то пороки то есть допустим пороки сердца это очень редкие формы именно связанные с генами но они есть есть особенности в плане внешней особенности то есть есть те что переходят из поколения в поколение тогда когда в семье это у большинства там да в например там синдром морфана это высокие люди с аномалиями зрения с проблемами сердца ну так это образно да не очень высокий у них такие паучьи пальцы чаще это какие-то могут быть если это не тяжелая форма они даже могут быть спортсменами то есть есть морфаноидные фенотипы есть именно чистый морфан но вот морфан допустим идет поколение в поколение если дедушка был высокий папа высокий девочка высокая никто не думает о том что там может быть какой-то синдром то есть генетика она такая штука доминантные мы можем наблюдаем да надо посмотреть да если же на примере даже то же самое шести палости которые там все известно она доминантная есть целые семьи при этом это их никак не волнует а для кого-то даже вот наличие там рудиментарного участка на пальчики для родителей считается чем-то очень это прям до порог на самом деле мы можем скорректировать это и кроме там шрамчика это не факт там зависимости от формы и времени когда была проведена коррекция ребенок даже не узнают о том что это у него было и родители могут и не сказать если там эта девочка или мальчик будет планировать своих детей и может повториться такая ситуация то есть вот это семейный анамнез очень важен то есть вы должны знать свою родословно то есть мы сначала сдаем анализ крови на кариотип потом допрашиваем всех родственников потом с этой информации вдвоем с партнером даем соответственно к клиническому генетику а дальше вы уже соответственно на основе анамнеза говорите надо доздать еще какие-то анализы или нет да и все-таки возвращаясь к сма надо всем подряд сдавать сна очень я сма спинально мышечная атрофия которая достаточно к сожалению распространена на территории россии и санкт-петербурга в том числе да да и 25 процентов что рожденный ребенок будет соответственно больным ребенком это вот те детки на которых там во всех соцсетях собираются деньги и укол лечения стоят миллионы евро долларов это да просто ну то есть кариотип сма вообще по клиническим рекомендациям не нашим сма и муковицидос а вот это я прямо вот прям очень рекомендательно с учетом частот просто если уже сдавать сдавать да есть панели которые на большее количество генов то есть в нашей популяции встречается порядка шести генов там тоже я сделаю нам одну презентацию ну слайд но мы еще берем в расчет с учетом частот допустим умственная отсталость у мальчиков есть такой синдром синдром мартина это уже после нет в том-то и вопрос что допустим у женщины это никак не проявляется единственное что может армасома вот он тоже может только давать если снижение авариального ранний климакс на девочка в 30 лет уже в менопаузе но это опять же по семейному анамнезу у кого-то это может быть у кого-то не быть вряд ли там мама там рассказывал своей дочке когда у нее наступила менопауза но это девочки тогда есть риск рождение то есть вот синдром мартина белла это один из самых частых синдрома связан с аутизмом у мальчика и по частоте он реально часто то есть вот тут вот мы как бы обсуждаем какие есть то что просто популяционные риски а есть что-то очень редко вот на это редко мы будем обследовать после того как мы обсуждаем семейный анамнез и пытаемся найти очень причину поэтому так у нас уже разболтались можно я сюда в этот же в эту же тему сейчас вставлю вопрос когда мне прислали это пишет один доктор да у меня был случай когда у пациентки с низким амг по результатам пгт приходил ответ что эмбрионы имеют аномалий по 13 и 14 хромостомов однако кариотипы родителей были в норме то есть уже сдали пациента этот анализ он был нормальный при очередном получении похожего результата с такими аномальными эмбрионами я решила чтобы они пересдали свои кариотипы и вот вуаля у мужа выскочила транслокация вопрос это была техническая ошибка лаборатории и как нам быть уверенным в результатах кариотипа очень хороший вопрос правда генетики доверяют тем лабораториям с которыми как бы работают и с низким процентом выдачи каких-то плохих анализов и на деле лаборатории одинаково полезно да больше мы любим именно генетически профильные лаборатории мы любим когда есть двойной контроль то есть не так что бывает иногда программа программной программой оценивается то есть давайте так кариотип взяли кровь в определенную фазу деления лимфоциты покрасили но чем за закрепили покрасили виде черно-белых полос потом уже лабораторный генетик с помощью программного обеспечения в общем рисуют сопоставляет то есть у нас хромосомы примерно имеют идентичное строение именно вот по вот этим бэндам есть определенная разрешающая способность стандартно это 550 бэндов то есть мы у нас 880 это под запрос в среднем это 550 это средние показатели если если есть какие-то особенности по картинке смотрится же тоже ни одна метафаза ни одна пластинка смотрится в среднем около 11 до 15 если вот хоть в одной метафазе есть какое-то неправильное соотношение по хромосомам то досматривается еще потом когда есть подозрение на какую-то структурную перестройку ну допустим в этой ситуации тут вероятно была какая-то ошибка на этапе в самой лаборатории почему если это робертсоновская транслокация тогда когда склеивается 2 хромосомы и это видно во всех клетках но это не может броситься ну не броситься в глаза у нас просто не хватает 1 хромосомы из 46 то есть формула у нас будет 45 и да мы пишем какая хромосома склеилась таких случаях вот это склеенная хромосома если она уходит в половую клетку и у нас и получается что у нас выскакивают эмбрионы там с допустим с три сами по 13 или с три сами по 14 то есть зависимость от того какая еще из другой пары ушла в половую клетку поэтому тут конечно опыт и лаборатория очень важны у нас идет двойной контроль у нас помимо одного доктора идет контроль вторым и уже потом визируется и после этого только выдается заключение официально на бланке потому что мы и донора всех своих проверяем и пациентов проверяем если из больших лабораторий тут уже на усмотрение может быть лечащего доктора там репродуктолог с кем привык работать но как бы генетики вот в основном за профильный вот прям узконаправленные лаборатории по питеру по питеру у нас есть не отто у нас есть тот же самый медико-генетический центр да они делают как по умсу по направлению от врачей так и платно есть я знаю что лаборатория в локобе туда областные то есть там же наблюдаются областные все туда там есть медико-генетическая консультация и даже клиника в рт не знаю что функционирует или нет но было вот ну нет я вообще ну то есть у них есть эта генетическая лаборатория есть лаборатория серболаб тоже на территориально на васильевском острове есть лаборатория московской геномед они берут отсюда материал есть лаборатория генетику они в москве но с питера они не берут материал они работают по москве и московской области есть еще вот лаборатория новая московская геномикс но туда мы не отправляем то есть у нас в принципе своя с двойным контролем есть наша нжс но генетики посмотрят и интерпретируют да мы уже как бы тут игру двойной контроль это очень хорошо и не просто аппарат который смотрит конечно как в сформограмме да я каждый раз объясняю о том что когда делает машина это к сожалению не самый лучший анализ получается на самый лучший результат которому не всегда мы можем доверять да вот то же самое и здесь надо смотреть глазками да давайте прервали очень сейчас вернемся к нашему кстати там хороший вопрос по поводу аномальный кариотип родителей сам по себе не оставляет шанс на получение эмбриона без хромосомных нарушений я вам потом если останется время расскажу историю одной своей пациентки она как раз тоже вот писала вопрос очень как раз в тему так не гарантия так еще раз вопрос готовить ладно так но это по-общему как бы то что мы проговорили это уже непосредственно или репродуктолог или гинеколог большинство начинают по месту жительства с гинекологов жека планирование своей беременности вот а потом уже переходит наверное в руки более опытных коллег уже клиником в клинике репродукции по поводу показаний для генетика они очень масштабны в рамках не будем все перечислять в рамках и к это планирование беременности в принципе уже это обсуждили если привычно не вынашивание в анамнезе если неудачи были до несколько протоколов и к потому что самого начала пусть там одного протокола и к это не показатели к нам репродуктологи не отправляют если только есть там подозрение на какие-то особенности то мы можем предварительно проконсультироваться но опять же наверное из стандартных если это касаемо диагностики эмбрионов это тот же самый кариотип как самые частые причины неэффективного протокола это первичное бесплодие у супругов это первичная минарея у женщин первичными на ли согласно стопроцентно по поводу первичного бесплодия причем сейчас по приказу уже старше 35 консультация генетика входит в протокол нет она входит протокол просто как сама по себе консультация там же мы решаем опять же на фоне нашего приема требуется ли не требуется до обследования в каком формате и что нам с этим делать это был хороший слайд так ну и вот в общем по семейному анамнезу если есть какие-то нюансы если с нами пациенты об этом знают указание кориотипе да значит это вот бесплодие невынашивание задержка полового подозрение на хромосомную патологию это опять же иногда бывает так что мужчина у меня так несколько ну как бы несколько так энное количество пациентов мужчины при тяжелой потоспермии стандарт который сдают кариотип азэф муковицидоз и повторы в гене а р у меня несколько было пациентов абсолютно с разными с транслокациями но у мужчин то есть тут есть какой нюанс что транслокация мужчины может также обуславливать и патоспермию потому что вот в этом регионе где произошел обмен участками может могут быть располагаться гены которые связаны со сперматогенными это раз второе когда непосредственно уже миоз у мужчин считается так что у носителей транслокации у мужчин риск неправильно сформированных половых клеток порядка 30 а вот у женщин поднимается до 50 проблема в том что даже из зачаточной клетки у нас получается четыре сперматозоида а у женщины из одной клетки мы получаем одну функционирующую ацетку да поэтому вот но бывает что и мы находим причину почему как бы мы сталкиваемся с какой-то патологии по спермограмме опять же это будет даже если возраст у них 30 там за 25 это будет прямое показание для проведения пгт для эмбрионов ну вот и кариотипирование всем планирующим беременность значит это по поводу вот генетического скрининга это вот то что обсуждали да это вот наследование наше это вот то что мы можем из поколения в поколение получить это то что выскакивает только точечно при наличии носительства у обоих вот тот же самый сма мукоэцидоз фенилкетонурия это вот носятся к этому это иксцер посмотрите один ребенок будет здоров из четырех один будет больной и два будет носителями то есть у вас будет там риски до получить больных внуков да если опять же вот эти дети которые есть летели до будут причем это не то что вы родили одного там ребенка больного значит все остальные точно будут там здоровыми либо носителями нет вот этот риск 25 он каждый раз обнуляется при каждой беременности беременность новая новая лотерея как бы какой билетик мы вытянем больной или на практике к сожалению так не работает ни одна четвертая есть и семьи в которых каждая беременность завершается это страшно правда на данном этапе что мы можем если есть у супругов возможность профилактика это эко получение биоптатов и проверка их на носительство вот этих наследствиях аутосомно-рецессин да мы можем да помочь этим парам да но главное чтобы они до нас дошли да значит что у нас еще из а ну вот по частотам чтобы было более понятно да муковицидоз что это знает что один человек из 45 по разным данным по разные цифры пишут ну плюс-минус то есть там один к 35 и другие пишут один к 40 45 то есть такая вариабельность реально в каждом районе вот те докладок ну или статьи которые читаешь иногда бывает что с учетом этнической принадлежности они могут реально варьировать да то есть вот допустим пасма был доклад по питеру от каждый 47 не помню в какой в какой из областей не вологодской очень обманывать не буду но очень где-то вот поближе к югу там носительство пусмака а каждый 25 кто-то доклад делал то есть вот в школьном классе до сидит как минимум один а то и полтора носитель да кто носитель да вот по фк у да то есть частота один к пятидесяти по глухоте один двадцати пяти у нас с вами была такая пациентка родила вот смита лимлиопица но чем это там умственная отсталость пороки вот адреногенитальный синдром это когда двойственный рождается ребенок с двойственными органами половыми органами я вам хвасталась до что у меня сейчас девочка забеременела которая с девочка 46 x y да ладно не понятно что донорская понятно да но с первой попытки с первого эмбриона замечательно забеременела сейчас из минска она из минска к нам приезжала сейчас прислала я искренне радовалась видите как вы что это помогаете девочка девочка красивая красивая девочка 46 x y по креотипу до такого возрасте обнаружили это вот как раз вопросу первичной аминарии то есть когда у девочки не приходит менструация и нормальная мама ведет свою девочку гинекологу нормальный гинеколог отправляет на анализ генетику да ну вот обнаружили такое это вот по эксцеплен на то что мы можем посмотреться особенно это важно если мы не знаем допустим дедушек да то есть но маминой стороне потому что до x цеплен на заболевание потому что если там конечно все девочки непонятно но если был кто-то один болен дедушка он в любом случае x1 он передает значит его дочка доктора называется да вот у нее есть заслужную роман бабушки виктории да да вот показатель кто-то собирают я буду тоже собираю родословно пока по мужу собираю значит по поводу пгт вот в оближении до вопросов очень много по поводу пгт огромное количество вопросов я могу их вам накидывать если хотите не знает что что с чем показания показания возраст старше 35 до но я больше к старше 37 38 уже реально повышаются эти цифры 39 до 30 и 9 я настаиваю ну ласково но настаиваю да я даже как бы мы 35 36 жала не ждаем а мы можем как альтернативу если как бы там нету какого-то там тяжелого допустим фактора если планируется там перенос что для профилактики мы нет то есть до 30 до 35 пожалуйста 30 мальчик не инвазивное пренатальное тестирование то есть когда на сроки с девяти недель беременности да и позднее мы можем взять кровь мамы и посмотреть на остальные хромосом да неправильно не кариотип мы смотрим плода плода просто соотношение хромосом то есть есть или нет риски этих трисомий поскольку именно три сами более жизнеспособные в плане беременности и есть не в ты тоже разные опять же консультации генетика желательно мы уже обсуждаем но вот стандартные 5 если нету какого-то тяжелого отягощенного анамнеза там в плане у этой пары да это вот очень хорошая вещь это хороший инструмент это конечно не окончательный метод который там расставить все точки над и нет мы смотрим только самое частое тяжелое которое ну как бы мы можем на данном этапе посмотреть нет никогда не отменять не узи в декретированные сроки нет не смотрят что-то дополнительно кроме тех хромосом которые были заявлены и быть очень аккуратным в плане все-таки у не то есть свое ограничение метода почему это то что принадлежит вот эта фитальная днк это плацентарная часть то есть то что непосредственно эмбриональная туда не попадает но как бы это вот если у нас по результатам не пта высокие риски особенно если это касаемо 21 хромосомы анализе да она подтверждается порядка девяносто восьми процентов случаев то есть там хороший способ конечно лининга да то есть чтобы не прокалывать живот беременной женщине не травмировать этот эмбрион все-таки взять только лишь кровь да потому что и не все к сожалению плоды особенно патрисомии 21 дают по узи клинические проявления а еще очень принципиально зависит кто смотрит по узи да и в городе вот мои пациенты знаю да что я отправляю там буквально ну может быть пять шесть семь человек в городе санкт-петербург многомиллионный города которые хорошо делают это узи которые скорее всего не пропустят патологии не напишут нам те патологии которых нету чего тоже бывает когда лишний раз отправляют на инвазивку после богата надо ли делать снипт доктор спрашивает вообще считается что если беременность наступила и пролонгируется больше десяти недель то есть да это у нас такой прям пунктик эти 10 недель то риск хромосомной патологии по плоду составляет менее 1 процента но с учетом того что наш на сроке 10 недель у нас уже как бы клеток не 3-4 который мы взяли для биопсии а намного больше то это просто как дополнительный инструмент но не более того то есть мы всегда обсуждаем что опять же низкоуровневый мозаицизм по плаценте никто мы не поймаем то есть мы вот прям когда это полные формы ну он как бы нам может помочь в этой ситуации если очень волнительно если потратить много денег ну то можно сделать передала на русский язык так ничего я привычное невынашивание но опять же показания до привычное вынашивание да то есть это две и более беременности причем вот это вот две или три до очень долго очень долго ушелилась эта тема в мире есть страны которые говорят слова 3 да у нас если честно в россии нету определения что такое привычное невынашивание нигде ни в одном учебнике ни в одних клинических рекомендациях я не смогла найти это по ну постоянной потери беременности в каком количестве не оговаривается поэтому ну на данный момент последние года мы говорим про две и более до потери подряд соответственно да мы смотрим что мы смотрим узи опять-таки патологии матки да какие-то мы смотрим консультации эндокринолога на предмет щитовидки это антифосфолипидный синдром афс да возможно консультация гематолога ну и в основном это как раз таки ваша работа это генетика мне кажется сколько процентов наверное 70 80 до 12 недель ну вот пласт прерывания вот этих вот беременности но то что нас на гистологии учили о том что до 12 недель беременности порядка там семидесяти четырех восьмидесяти процентов прерывание беременности делается по причине неправильной генетики ну да порядка семидесяти но можно в этом 20-25 да это вот патологии матки эндокринолог афс чертов ступень как бы да в основном все таки это генетика это наверно какие-то случайности просто да вот опять же вопрос к тому что как к этому шли и делали ли какие-то как бы анализы по кариотипу потому что бывает так что вот вернемся транслокации которые есть до раберсоновские редкие формы на бывает что раберсоновская транслокация когда склеиваются 2 21 хромосомы априори это сто процентов дети синдромом дауна все деваться больше некуда то только донорская клетка но не зная этого пары пытаются плане и планируют сами и вредом врача раз да он случайность ну тут очень важно какая еще ситуация опять же если делают эту цитогенетику или хоть какие-нибудь или там фиши по вот это потери беременности первое не всегда доступен материал если это выкидыш и его не забрали они как плюс не все гинекологи стационара почему-то предлагают что можно это сделать но и до сих пор приходят вот когда мы то есть мы в принципе видим скажем так по формуле если опять же там та же самая раберсоновская да это 2121 и у нас формула будет другая мы сразу же по формуле которая нам будет написано генетической лаборатории может заподозрить что у кого-то из родителей носительства вот этой раберсоновской транслокации если же это формул 47 когда это добавочный просто то мы понимаем что это спонтанный случай с низким риском повтора но опять же если это женщина зависимости от какого возраста если 30 то риск у нее низкий а если там еле 40 да у нее уже риски будут популяционные там один к 50 ну вот тут стараемся как бы раз попутно спрошу все прерывания беременности собираем и отправляем на анализ на генетику окей живет девочка не знает проблем ни с бесплодием ни с чем да вот она просто забеременела и просто сожалению случайно там на 7 8 9 неделях как бы случилось прерывание мы вот настои она спрашивает там звонит и говорит ансадина вот мне предлагают тут отправить как бы на генетику как бы да но это вот стоит денег да вот вроде как денег не очень много сейчас вот отправлять не отправлять первое случайная девочка нет если у вас есть возможность вы отправляете если такой возможности нет ну если это вторая третья четвертая то это в приказном порядке ну вообще-то считается все обследование начинается а-ля после двух после двух опять же к возвращаемся к этим двум и то на каком сроке тоже важно да тут до 10 недели это один вариант да то есть ранние сроки если же там что-то получилось после да другие вообще просто не генетика большинстве да ну не все но большинстве то есть есть то что у нас такие есть повторные неудачные попытки эко при переносе эмбрионов хорошего отличного качества да однозначно здесь как репродуктолог я буду кричать да повторные неудачные попытки сколько вообще есть такой хороший слайд я его здесь не добавила но что не добавила о том что в среднем давным-давно доказано о том что три переноса эмбриона хорошего качества там 95 процентах случаев заставляет женщину уйти от репродуктолога по причине беременности то забеременея поэтому кидаться на нее сразу же после первого неудачного переноса в том числе с погода с генетикой там со всеми исследованиями да и шаманами гистероскопиями это некорректно и неправильно да то есть после третьего переноса до садимся анализируем думаем опять-таки возраст женщины опять-таки какая лаборатория была какая клиника была если там где-то возможно какие-то косяки ошибки если все везде идеально ну тогда да однозначно погода можем еще обсудить какой вариант если было получено допустим было несколько акулов но вот сейчас последний протокол тут же еще тоже в зависимости от того кто и где делает особенно если в структуре омс а там немножко другие правила по переносу этих эмбрионах просто так мы не перенести его не можем для этого должны быть хорошим а если у нас не было ли правило помощи пациента как надо было сделать для пользы пациента как мы и делали но слышала я да поэтому тут как бы если у нас нет там серьезных показаний там видят тех же самых возрастных факторов там 40 41 тогда на основании заключения генетика мы делаем мы репродуктологи делать сегментацию цикла это правда так если вот такой как бы пограничные не туда не просто хочу да так как у меня пациенты приходят и говорят да кстати на вас послушали посмотрели все ваши там лекции по поводу когда и хотим мы в свои 32 мы хотим отправить эмбрион на тестирование ну сидишь еще раз проговариваешь о том что в 32 с вашим анамнезом это не обязательно да это любопытно это интересно это подложить соломки там отчасти да но это не увеличивает вашу результативность ни в коем случае это большая большая ошибка не увеличивает результативность это сокращает путь это избегает ненужного разочарования от отрицательного хогачи а самое главное наверное ненужных слез от выскабливания да это оттягивается следующий этап ну как бы еще беременность это травма эндометрия сколько раз видели таких пациентов когда выскобленные перескобленные матки да и потом здравствует суррогатная мама да что называется да вот это наверное мы можем профилактировать и то пгта это не панацея да после того как эмбрион прошел пгд какова вероятность патологии менее на процент но к сожалению при переносе эуплоидных эмбрионов мы сталкиваемся с есть такие вещь как ан-эмбриония и ее на самом деле это не объяснить вот я была в шоке я была в шоке я проработала уже на 14 лет к этому моменту репродуктологом и когда я первый раз столкнул последний первый последний один единственный раз я столкнулась ан-эмбрионии после пгта я была в состоянии шока я бегала я бегала по клинике в этот момент поймала попался корнилов николай валерьевич который посмотрел а чего первый раз ну да бывает ну ладно хорошо женщина уже родила хороший замечательный мальчишка там месяцев 8 наверно уже хорошо да но объяснить к сожалению мы это не можем ладно там по имплантации мы еще понимаем да да это не зависящий от нас никаких причин а вот именно что она вот ан-эмбрионе нет объяснений пока на данном это какой-то потенциал эмбриона почему-то он перестал дальше развиваться не дал мы отщипнули конечно сверху да то есть опять-таки на всякий случай проговариваем да для тех кто не очень понимает технически пгта да это эмбрион там 5 6 7 сутки до визуально перспективный то есть неплохой хорошист либо отличник и от него у него есть внутренняя часть которая дальше потом станет эмбрионом да плодом ребенком есть внешняя часть которая потом станет оболочками так чтобы было пацан да так вот соответственно эмбриологи берут биопсию вот с этой внешней части то есть то что потом будет плаценты причем берутся рандомно эмбриологи просто видят как выглядит эта клетка что она роненькая красивенькая что вот ну все больше ничего эмбриологи генетику какую-то то есть нет такого что вот они увидели а здесь патологическая какая-то здесь там норм нет нет это все абсолютно рандомно эмбриологи щадят реально эмбрион то есть если маленький кусочек да вот и поэтому как бы это не влияет на развитие я то что там у ребенка руки и ноги вот это именно то чем происходит имплантация тут то есть вот это наша трофектодерма это первичный агент который сталкивается с эндометрием и взаимодействует то есть вот такая рецептивность которая работает чтобы он приклеился если не приклеился ну как бы понятно хогачи отрицательностью тут как бы уже дальше когда сам эмбрион непосредственно идет свое развитие как они называют вылупляется вот то есть если у нас по результатам пгт норма то мы хотим чтобы и у эмбриона все было хорошо но к сожалению не всегда да это происходит какой правой 3 процента нестыковки вот хотя никто никто уже не смотрит эти все то есть на этом этапе именно на этапе бластоцисты вы имеете что если там норма там какая-то мы перенесли эмбрион родился соответственно ребенок не родился соответственно ребенок с патологией вот это вот не соотношение сколько не знаю так чтобы снять не отвечу по соотношению вот какая доля процента по эмбриологии очень сложные вещи потому что мы берем только ту часть которую мы анализируем мы не видим то что находится за гранью наших анализов поэтому мы и допускаем что по результатам пгт нашего троф эктодермы там как бы норма мы допускаем что эмбриона может быть что не так но если что-то не так то в принципе беременности или дальше у нас что-то произойдет не так и чаще всего это ранние сроки 45 недель да вот если же как бы эмбриона всю норму все мы получили беременность и перешли рубеж 10 недель вот у нас как бы остается вот это тут менее 1 процент низкий уровень мозаицизма который отследить мы не можем контролировать мы вы не можем и мы только наблюдаем за текущей беременностью я хотел кстати еще ремарку маленькую сделать о том что очень принципиально зависит от рук которые делают эти исследования то есть от рук эмбриологов и и как вот я иногда консультирую пациентов с регионов да где клиника там маленькая они делают не знаю там 20 50 циклов эко в год всего лишь да и дай боже 1 2 там будет с генетикой с пгта то есть эмбриолог крайне редко будет делать механически вот этого движения биопсии до работать там наверное человеческий фактор все таки тоже будет присутствовать до определенной когда в крупных клиниках репродукции садится из команды эмбриологов которые сегодня вышла на смену да один садится и делает только биопсии 50 60 эмбрионов подряд как бы ну и так каждый день то естественно у него рука набита и на этот человеческий фактор все-таки стремится там стремится к нулю поем дело что он не ноль как бы да но вот это каждый раз опасения пациентов а это не повредит ли эмбриону да ответить что сто процентов нет не повредит к сожалению наверное никто из нас не может уже биологический материал да и опять-таки вот нюанс да как часто делает это эмбриолог но в хорошей но еще часть точнее так отсутствие результата там по причине то же самое там деградации а вот у нас был вопрос было сделано пгт эмбриону результат рекомендован но под звездочкой частичная деградация днк это значит что когда анализируют лабораторные генетики графики которые они видят после проведения секвенирования что это или какой-то шум то есть днк которая просто ну тут надо графики тут важен опыт врача какие-то вещи могут идти как артефакты ну то есть мы их не учитываем в заключении но допустим мы видим что график шумный какой-то явно патологии нет но мы обязаны это учесть почему то есть если допустим было большое количество там эмбрионов у нас есть те которые идут первоначально точно так же как по морфологии кто идет то отлично генетики тоже нам дают да вот так мы как бы стараемся по соотношению это не значит что это плохой эмбрион или родиться плохой ребенок вот я недавно буквально на прошлой неделе пациентке это сидела объясняла о том что нет у нее там один эмбрион прошел диагностику один прошел со звездочкой она говорит нет мы его не будем переносить вообще давайте утилизировать я говорю боже упаси ни в коем случае это здоровый ребенок не да просто вот это некоторые особенности лабораторного метода исследования еще иногда бывает что вы не можете сделать тестирование да потому что эмбриологи пожалели эмбрион и взяли слишком маленький кусочек да когда не хватает днк и тогда соответственно вы видите в заключении о том что надо без анализа нехваткой что в этот момент делается в этот момент по согласованию с эмбриологами если эмбрион перспективен жизнеспособен да то они его размораживают делают новую биопсию и новый кусочек отправляют соответственно генетикам да и причем вот некоторое время даже я заблуждалась там 5-7 10 лет тому назад и думала что раз вот вы не смогли сделать первичный анализ то значит этот маркер того что эмбрион будет плохой да но жизнь расставила все на свои места да и исследование опыт да разговоры с генетиком о том что нет эмбрионы замечательно потом проход генетику ну в таком же процентном соотношении да и поэтому ни в коем случае не надо выкидывать утилизировать эти эмбрионы пожалуйста да повторюсь если у вас есть которые прошли переносите и перемените если это единственный последний спокойно делайте ребят все это не проблема про мозаика в двух словах скажу мозаиков наверно нет мозаики пока ищут что такое мозаики когда серая зона когда не черные не белые да соответственно когда не могут генетики нам сказать что он эуплоидные и когда они могут сказать что там есть явная патология да то есть почему это возникает потому что берутся несколько клеточек и каждая клеточка несет свой набор ромосом да и они между собой могут не стыковаться мы все свои мозаики это было большое огромное удивление мне кажется для низкого уровня их исследователей да когда это было обнаружено но клинически это же никак не проявляет то есть бы вот так и обнаруживается что нам сдали анализ крови тот же самый кариотип попалась просто одна клетка начинает копать дальше начинают искать попалась еще одна клетка по чуя все я мозаик есть дополнительные методы исследования которые вот но тоже лабораторными генетиками делаются там фиши мы смотрим большее количество не мы а не клинический генетик большее количество клеток то есть более уточнить вот этот уровень мозаицизма если он менее пяти мы не считаем его клиническое значение то есть это вот очень часто кстати бывает у женщин 46 x 45 x мы дальше что делаем ничего в зависимости от возраста то есть прямых показаний для проведения диагностики если это женщина там молодая то есть это прям реально низкоуровневый мозаицизм но мы не знаем что на самом деле происходит в канадах мыс мы у нас есть только доступны то какой материал кровь букальные петели у мужчин это сперматозоиды все у женщины именно по половые клетки они недоступны для диагностики редкие формы когда бывает что это в половых только то есть мы не берем возрастные а мы берем именно вот которые просто вот возникают именно в половых клетках но это чаще всего связано с мутациям но как бы сам факт то есть мы можем хотя бы хоть как-то посмотреть на этот уровень мозаицизма из этого делать прогноз если уровень мозаицизма чуть повыше то есть у женщин вот с мозаичным по 45 x можно назначить дополнительно по гт для подстраховки потому что гонады мы посмотреть не можем вот в рамках эко можно делать если мы увидели в заключении что эмбрион мозаик ну то есть я звоню пациентам и говорю знаете вот к сожалению мозаик они начинают спрашивать а что это значит а чем он болеет и вот тут чаще всего если честно я развожу руками и говорю вы знаете это не моя специальность есть генетики которые могут вам рассказать о том что произойдет с этим эмбриона если мы его перенесем и какой ребенок может родиться да и с какой частотой соответственно и после этой консультации вы принимаете решение хотите вы переносить такой определенными рисками сегодня вот я бежала сюда как раз после переноса как раз мозаичного эмбриона да то есть пациенты подписали информирование дополнительно информированное согласие о том что они попросили перенести как раз мозаичный эмбрион посмотрим что будет вообще считается что при переносе мозаичных эмбрионов у них конечно потенциал пониже но если у нас нет то есть в приоритете всегда перенос эуплоидного иногда бывает что пробуют мол сервере по полу запрещено нет нет что я попробую сейчас мозаика это ж мой первый а вот как бы если беременность не наступит у меня как быть и а тут посмотреть что вот иногда бывает пациенты так спрашивают нет всегда в приоритете перенос эуплоидного мозаика только когда у нас вообще ничего нет это никаких вариантов нет по получению больше как бы клеток до пола бы то есть когда вопрос идет о том что уходить на донорство яйцеклеток да уже ряды резы да то есть все своих нету и дальше мы берем донорскую клетку дату в чужую генетику либо и мы рискуем да но чаще всего если я подправьте меня да я мы же рискуем по большому счету либо отрицательных агч либо в основном рождается здоровый ребенок да и вот эти ну по большому зиму на редкие ситуации когда ребенок рождается но все-таки с нюансами принципе беременности если там мозаицизмом как бы редко наступают но тут все зависит то есть тут всегда желательно консультация генетика почему есть то что мы можем переносить с низким риском или да или да или нет или да или нет есть то что мы ни в коем случае не рекомендуем даже в низкоуровневом мозаицизме половые хромосомы я выучила половые хромосомы 16 18 21 до 13 то есть то что у нас ассоциировано с живорождением с частными хромосомными и с высоким риском потеря беременности чаще всего родится и родится больной и и ну скажем так промежуточный это то что у нас выкидыши замерзшие но чаще допустим до 10 недель и единичные случаи когда бывает что беременность пролонгируется мозаичными формами чаще до 3 сами то есть мы на сами раньше считала что они как бы менее жизнеспособны но как бы тоже отчасти можно это учесть поскольку если при 3 сами там просто избыток у нас хромосомы генов да то есть три копии генов у нас получается ты-то при моно сами у нас только одна то есть как раз идет нарушение функции именно за счет того что один но по последней статье что я читала значимых теперь то что сейчас сейчас нету при переносе моно и 3 но есть нюансы вот это мы тоже обсуждаем на консультациях есть такая штука как коррекция самокоррекция эмбриона вот и аналоги периодически показывают он вчера был там bb а сегодня мы смотрим он стал а ну а еще по как бы по самому материалу то есть вот это лишнее которое там хромосома в этой клетке есть если ведь да но если она выпихивается не та которая нужна мы получаем вот что называется вот эти однородительские десами это да это тоже редкие формы хромосомных заболеваний но они имеют место быть иногда мы можем пренатально и не понять то есть почему очень важно проведение после переноса мозаиков если у нас есть определенные риски для плода проведения генетических анализов обязательно помимо нептов еще и амниоцинтель люди которые просят перенести мозаиков они подписывают обязательное бумагу о том что они обязуются провести дальнейшее тестирование да и выполнять все что им скажет генетик да то есть это не просто люди ушли за горизонт нет это должно быть да проверяться так слушайте мы уже с вами час болтаем поэтому давайте ускоряться я быстро пройдусь по вопросам потому что у нас есть если честно еще одна как минимум большая тема мы чуть-чуть притормозим я знаю что вы ее ждете так как повлиять на положительный результат погода не как мы уже работали стиль и мою машину времени а сейчас была статья тут недавно по-моему китайцы изобрели искусственную хромосому я имела ввиду что изобрести машину времени чтобы отправиться назад и родить ребенка в двадцать пять нет теперь заморозить клеток отложное материнство заморозить яйцеклетки в двадцать восемь-тридцать два если вы пока не планируете рожать вы откладываете это до сорока пяти да если вы откладываете это на год но 32 33 не сильно большая разница да если вы откладываете лет на 10 на 15 то тогда заморозка яйцеклеток лучше эмбрионов но они всегда есть партнеры поэтому не всегда мы уверены в партнеров так окей взаимосвязь онкологии качество яйцеклеток химии не было ну если честно вот не сталкивалась не знаю но я читал по поводу онкологии в зависимости от того какая вот допустим при берсия 1 эндометрия онкология эндометрия нет я вот это рак но это рак рак эндометрия а это я думаю что если это рак эндометрия берси один по ума там не участвует нет я просто в общем что берсиай может пишет что он может влиять на авариальный на конечном да не на качество поэтому мне кажется что если не использовалась химиотерапия лучевая терапия то нет никаким образом я бы не должен ну да не должен если никакого взаимодействия не было то и по идее не должен ну соответственно золотых смирен нас тем более проводят жить до химиотерапии да в санкт-петербурге по крайней мере это точно развито о том что людям прям дают прямое направление в том числе к нам клинику да потому что быстренько убегите делайте заморозку своего материала как мальчикам так и девочкам да мы подождем вас там день-два неделю зависимости от ситуации для того чтобы провести криоконсервацию так ну ладно попутно сдавайте чили и 1 2 или нет вот в чем вопрос я я объясню в каких ситуациях я за вот сейчас меня может кто-нибудь за кидая тапками да я ненавижу когда пациенты сдают этот анализ там до планирования или после первой неудачного там и по первой неудачи прерывания да но когда уже сделано было там 8 10 попыток и к и когда мы уже все протестировали все что можно и мы недопонимаем да и в принципе люди на волоске уже от принятия решения о донорстве частичном донорстве да то есть кого-то из партнеров взять в качестве донора тогда этот анализ когда там приходит пять из шести я каждый раз объясняю том что все равно беременность у вас возможно не включает нет ни одного анализа который исключает такой там мы несовместимы такого не прям не бывает в природе это на первом канале папки у подъезда чего человека не бывает но этот анализ тогда немножко помогает вот переключиться на следующий честно за мою практику у меня не было ни одного чтобы там совпало шесть или пять шесть три вполне шести я видела вот у меня не было четыре лет еще как бы но опять же кто вот я как сказать не возьму наверное на себя такую ответственность да как некоторые врачи там назначают там какую-нибудь иммунотерапию никаких литов не доказано нигде в мире это не делается даже исследований таких нет это точно не знаю навредит это или нет если там зависимости от того ну какие мероприятия проводят боже упаси не не никому поэтому тоже нет поэтому это только лишь вот сдвинуться в сторону принимать уже донорство или нет но повторюсь это вот раньше там пятого восьмого цикла и к это бесполезно бесполезно даже об этом разговаривать остановка в развитии остановка развития эмбрионов на пятые сутки только генетическая несостоятельность какие еще могут быть причины вот тут сложно вообще считается что на данном этапе порядка 80 85 да это генетика еще берем в расчет что 3 4 день включается мужской геном который начинает работать опять же тут если он не факт возможно это в яйцеклетке проблема но если он как бы до до 3 мы вроде получили оплодотворение получили все мы дальше наблюдаем то есть тут очень сложный момент в плане поиска причин есть тесты генетические на именно мутации в генах которые могут приводить к остановкам в развитии но это пока полу наука полу наука да для если вы хотите кому-то помочь написать докторскую статью то данность как бы и итога вот хорошо мы на это повлиять вот ну и допустим мы нашли что да есть там мутации там в гене который там допустим даже связан с ацинтом и так далее что да он может но это все проведено то ли на мышах то ли на обезьянах в клинической практике вот в такой на людях это подтверждение нет это как бы ну нас за это тоже по головке не погладить самое главное что это все равно никто не скажет что это до 100 процентов ваши эмбрионы всегда будут останавливаться в развитии нет вам все равно скажут о том что ну давайте попробуем еще а в итоге когда вы попробовали 5 8 10 раз да вы и так придете к мысли о том что надо что-то менять так сколько нужно пгд эмбрионов чтобы родить в 39-40 лет читала что в среднем 3 коплю так ли это спасибо так а теперь возвращаемся к моим слайдам очень люблю я эти таблички да собственно говоря не можем подождите вот красненькую вот это вот и она не щелкает почему не знаю количество полученных ацитов необходимо для получения хотя бы одной эуплоидной бластоцисты если мы говорим про возраст 39-40 то вот где-то в промежутке между 11 и 17 ацитов яиц клеток нам надо получить это имеется ввиду уже хороших зрелых пунктированных да то есть это не каждый фолликул это не каждый цикл и тому подобное да сколько нужно но пациент спрашивать не по ацитам спрашивает про эмбрионы да сколько нужно эмбрионов эмбрионов так вероятность родов в зависимости от возраста и уровня амг 39-40 до амг ну амг мы же вас не знаем поэтому посчитать не можем но вот где-то от 9 там до 21 процента да это частота вероятность того что вы родите так стоп не туда и опять таки а это соответственно частота то чего вы спрашиваете статус отступления беременности 39-40 со своими клетками 32-30 процентов но 33 не знаю три наверное как минимум три может быть даже и четыре я бы сказал элплоидная эмбриона судя по такой статистике поэтому если честно мне не нравится вот это вот мысль про накапливание как яйц клеток так и эмбрионов не знаю ваша ли это тема да ну то есть я сейчас объясню я я считаю что если мы получили эмбрион и если женщина не говорит о том что я хочу двух трех детей в будущем потом родить да а сейчас у меня уже проблемы с резерв поэтому давайте мы сейчас накопим потом я пойду родим рожу а потом дальше вот чтобы я была спокойно уже там да у меня есть эмбриона вот если пациентка мне это не говорит если у нас вот полученные эмбрионы она хочет родить и а ей хотя бы одного ребенка так зачем его копить перенесли попробовали получилось замечательно радуемся не получилось пошли на новую стимуляцию получили новый а так получается иногда ты видишь пациентов которые вот так вот копят год год потерянной жизни ну я думаю что тут еще все-таки она нас очень важно одно дело когда как бы тебе 33 и ты можешь сделать протокол перенос нет идем дальше а когда как бы тебе там 40 41 у тебя остался допустим если мы сделали все перенесли получилось хорошо не получилось в следующем месяце пошли новую стимуляцию мы максимум теряем месяц ну тогда беременность может наступить прерваться там в 20 недель да это все конечно очень печально но это все же редкость да поэтому на это закладываться ну повторюсь наверное так вообще вообще все интересно пишут нам так что я еще не обсудила с вами высокий гомоцистеин может приводить замышим замершим беременности ну вообще считается да но опять же показания у всех показания показатели то есть мы считаем что в идеале с 6 до 8 кто-то считает что до 10 с половиной до 10 аля допустимый вариант вообще пишет нам до 15 до 15 да но это как бы при планировании мы все-таки снижаем эти показатели но опять же на этапе планирования один раз дав гомоцистеин мы понимаем допустим он высокий мы контролируем там то есть у нас есть добавили полевую да у нас есть инструменты которыми мы можем повлиять до вступления в протокол тем более это же не экзамерши мне кажется это больше спина бифида нет это вот повреждение нервной трубки потом он тоже дает он даже не замершим больше дает выкидыш потому что гомоцистеин бьет по эндотели у сосудов и он может возникать опять же это гематома а если она не реорганизуется она может давать нам как раз если честно вот в клинической практике так так статистика элоплоидных эмбрионов при эндометриозе я не знаю такую статистику эндометриоз эндометриозу рознь да смотря о каком мы говорим про эндометриоз внутренний то есть аденомиоз матки но здесь вообще наверное не причем яйцеклетка да эндометриоз по брюшине малые формы тоже наверное никаким образом не будут мешать а вот эндометриоз яичников то что называется эндометриома мне не разнятся как врачей так литературных данных о том что будет ли это эндометриома портить качество клеток соответственно своим присутствием в клинической практике мы видим и так и так бывает что женщина 3-4 года наблюдает ходит с какой-то эндометриомкой на не очень большой и мы идем протокол эко и у нас замечательные клетки замечательные эмбрионы и все замечательно бывает так что маленькая маленькая там 5 6 миллиметрового эндометриомка появилась у нас в процессе вот буквально вот сейчас да перед стартом а клетки уже все дегенеративные то есть после пункции все разваливаются до полутворять нечего повторяем следующий протокол следующий следующие как-то выглядит это все очень печально повторюсь как вот по практике так и по литературе да есть статьи которые говорят о том что да влияет если литература которая говорит что нет не влияет а в любом случае эндометриома это один из эндометриоз яичников это один из тех диагнозов которых я как репродуктолог панически боюсь и поэтому любая женщина с эндометриома если она планирует беременность сейчас или потом она должна быть консультирована репродуктологом это прямо покойче наш не через три года не после двух операций как периодически к нам посылают третий добрый хирург вот сейчас у меня была девочка две операции уже были сейчас возникла третья киста кусочки у одного маленького оставшегося яичника и наконец-то она попала сейчас на консультацию к третьему хирургу который грамотный и который сказал девочка сходи к ты сначала в гости к репродуктологу но репродуктолог прослезился если честно смотря на девочку 25 лет без партнера перекрестила и отправила на операцию ну ладно в любом случае так ничего переходим к большой теме у нас большая тема там вопросов у нас там еще вопрос у нас есть как дела в панели для пгтм это маленький это видео на усмотрение лаборатории я туда не не лезу никогда все что мы я могу это предоставить биоматериал семейной пары если есть больной ребенок и уже непосредственно эта работа врача лабораторной генетики мне приходит заключение по разработке этой системы что мы готовы принять эти эмбрионы до биопси ну биоптаты и следующий этап это я уже приглашаю на консультацию говорю вот у нас есть вот этот эмбрион вот этот мы можем перенести это там носитель это то есть тут уже мы я работаю только по факту что нюансов по лаборатории я не знаю это преимулационное генетическое тестирование на моногенные заболевания да то есть это встречается редко было интересно узнать мнение генетика насчет проведения по гта в протоколе донорскими у врачей-репродуктологов очень противоречивые мнения я сказала что и у генетиков тоже да нет показаний при использовании донорских ацитов нет показаний для проведения пгта если нет какой-то тяжелой патологии там если это там именно супруг или опять же показания это какой-то там кариотип у супруга потому что донор у нас априори без аномалий тестированные они обследованы у них сделанный кариотип у большинства еще сделанные соответственно и на моногенки да это живые люди никто не застрахован какие то есть очень частое заблуждение пациентов что если у нас хороший кариотип то значит эмбрионы у нас стопроцентно будут всегда хорошие это вообще не так это вот разные вещи да то есть как я это обычно показываю да днк мамы днк папы не сложились я уставшая уже до соответственно к вечеру если это вот все оплодотворение о почти сложились почти это мозаик будет соответственно ну я попаду да папа попал вот эмбрион который хороший здоровый сколько раз смотрите мне надо было хлопнуть для того чтобы попасть в правильное оплодотворение когда я утром когда я бодра весела в свой выходной я хлопну из первой попытки забеременею когда я к вечеру после приема уставшая то бишь перевожу на русский язык барышня там сорок два сорок три года да ну хлопать она может долго и к сожалению не все эмбрионы будут формироваться правильно а по гта лишь может увидеть этот рублен да мы скажем так мы все-таки повышаем до эффективности к тем что мы переносим заведомо здоровый эмбрион но популяционные риски никто никогда не отменял но и иногда бывает удивляет что женщины позднего репродуктивного возраста там ступи в брак уже поздно планируют как сказать зная об определенных рисках все равно идут на планирование самостоятельно никто не говорит о том что это невозможно это возможно но какой ценой это уже второй вопрос ну русский человек всегда любил играть в русскую рулетку и в этом вопросе тоже вот про донорские клетки я никогда не настаиваю у своих пациентов ритм чтобы они делали по гта да в этих программах но тенденция очень явная последние года полтора пациенты сами приходят и говорят так мы приняли решение мы идем на эко с донорскими клетками и мы будем делать по гта потому что мы хотим подложить соломку потому что мы хотим еще лишний раз воспользоваться дополнительной селекцией отобрать те эмбрионы которые заведомо дадут нам проблемы мы не хотим проблемы да мы понимаем что те эмбрионы которые прошли по гта это не значит что они стопроцентно здоровые это не значит что они там голубоглазый блондин со склонностью к музицированию да и бегу на длинной дистанции нет это не из этой серии да но мы отфильтровали те эмбрионы которые точно не надо переносить соответственно у женщины до 38 лет соотношение идет поправьте меня если что это где-то 60-70 процентов что эмбрион визуально красивый и здоровый то есть нормальный элплоидный да он пройдет генетику и процентов 30-40 что вот этот красивый очень красивый а а эмбрион да но генетика не пройдет он она уплотный он бракованный и он даст нам проблемы да морфология не всегда эквивалент генетическому статусу 60-40 это до 35 до 38 лет соответственно когда речь идет после 38 лет эта цифра меняется да и меняется вплоть до той ситуации когда где-то в среднем 42-43-45 лет по разным данным да вот эти вот эта табличка тоже нам об этом говорит эта цифра стремится к ста процентов то есть практически сто процентов эмбрионов которые будут формироваться вот то что я показывал в опыне это будет эмбрион из патологии они будут очень красивые они будут потрясающе красивые но они будут с патологией слушайте у меня вопросы еще есть но давайте наверное не будем обижать наших слушателей и пройдемся по вопросам вы будете читать читывать или давайте я зачитываю вы 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 так так если смысл сдать кариотип родителям если эмбрионы не прошли пгта что может дать этот анализ для целей последующих протоколов с пгт эмбрионов а если по результатам пгт первое есть какие-то повторяющиеся регионы сегменты да то есть по пгт и по кариотипу разная визуализация и одно не исключает другого то есть тут мы смотрим как бы последовательность всю днк по пгта а на кариотипе мы видим саму форму то есть если есть какая-то перестройка там один кусок на другом или там они сдвоенные вот как раз мы и можем понять что да это вот причина в том что по пгт это какие-то аномалии именно связаны с аномальным кариотипом у родителей ну соответственно сделать мы можем что мы можем только поменять партнера взять ну или пробовать пгта дальше пока мы не найдем я вижу что это не повлияет нет если как бы мы можем пробовать единственное что мы всегда обсуждаем если есть какие-то структурные перестройки по кариотипу как там одного из супругов то по результатам пгт мы не видим унаследовал ли эмбрион тоже самую структурную перестройку мы этого не видим но мы и не имеем права отбраковывать таких то есть мы их точно также то есть человек тот кто носитель этой структурной перестройки он здоров это только проблема в плане как бы неправильного формирования половых клеток поэтому такие эмбрионы которые прошли пгт они у нас считают как и уплоидные но после рождения такой ребенок может быть таким же носительной транслокации то есть мы это как раз все обсуждаем на приеме что после рождения или при планировании своих детей сначала ваш ребенок должен задать кариотип чтобы мы понимали столкнуться с этой проблемой сам или нет так что для чего делается биопсия эмбриона что дает но это мы уже обсудили на сайте написано что некоторые доноры обследованы на генетические заболевания это не некоторые все это значит что этих доноров они отсутствуют или есть некая справка с перечнем имеющихся генетических заболеваний все доноры по закону российской федерации обследованы на кариотип у всех сдан точно и все доноры которые допущены у всех кариотип нормальный на моногенные заболевания у нас наверное две трети обследования у нас есть специальная панель в которую включены по моему 17 генов там часть связана с частыми наследственными заболеваниями то есть муковицидоз фенилкетонуре там вся последовательность у нас доноры они сами фенотипически здоровы мы исключаем носителей носителями может быть каждый человек из нас носить чего-то только есть что-то частое вот то что мы обсуждали там по тому же самому ковицидозу и риск рождения ребенка в принципе в популяции выше или же это носительство что-то очень редко и там это прям можно выиграть лотерею если встретить такого же то есть ну редчайшие формы наследственных заболеваний моногенок около наверное до 8000 8000 моногенок уже известные которые которые в базах вырывать ну как бы да то есть есть базы пусть это будут могут быть единично ну то есть у нас вот есть базы данных на которых мы ориентируемся у нас есть там кейсы где там не раз запреди да да с определенным там клиническим фенотипом проведено молекулярно-генетическое исследование мы подтвердили что вот и так далее ну допустим по муковицидозу почему он он включен в на натальный скрининг потому что таких детей реально по всей по всему миру даже не по россии по всему миру их очень много ну поэтому такого донора конечно у вас не будет но на самом деле я бы я моя политика партии такая доноров это такие же люди как и те кто приходят в ко мне донор это здоровые здоровые молодые люди но проблема в том что рецепиенты сами те которые берут материал не хотят обследоваться хотя на самом деле они носители могут быть еще чего-нибудь похлеще поэтому если есть тот донор который допустим нравится да это ложится на плечи супружеской пары ли там или женщины или ну как бы которые будут брать почему нет вот у нас выявлено носительство мы проверяем того кто берет этот материал в случае если там по мутациям ничего нет в этом день мы не рискуем родить ребенка с какой-то патологии почему ему же тоже он потом будет в каком-то проценте случаев носителем это потом он будет вам он за себя процентами на носить иногда будет рецепент вообще такого полотенца не ходят бабушки мужа мы это уже обсуждали могут ли эмбрионы отличного качества не пройти по гт и по какой причине ну вот мы мы собственно говоря был даром вроде да могут к сожалению могут чаще всего по возрасту так это это дальше дальше ниже перевод пролистывать так если у супруги у отца и дедушки рак почки может ли это наследоваться нашему потомству важен ли при этом пол ребенка вот тут надо смотреть базы данных вообще если у нас есть два случая онкологии в поколениях друг за другом мы можем заподозрить наследственная как бы форма онкологии есть определенные панели которые как раз на это нацелены но вот это надо как раз дать то есть отцу ну то есть кто там из живых родственников да у которой если вдруг да если конечно нету того являет ли его заболевание генетически наследовать мы обследуем только того у кого есть определенные проявления то есть если такая ситуация что там родственников нет для генетической диагностики то нет смысла да супругу гонять на все потому что все 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 огромное количество и как они сработают между собой тоже да так первый ребенок у здоровых родителей родился с синдромом холд рама второй ребенок только эко с погода в рамках и по ну да или вы рискуете вы рискуете 25 процентов это сердце рука вы рискуете также 25 процентов как и вот при при беременности просто если это профилактировать полностью то это только по gtm если вы берете на себя риски то это можно беременеть самим но делать пренаталью диагностику в 16 недель беременности но в принципе там уже в 16 недель после первого узи как бы будет подозрения и 17 получается прерывать эту беременность у нас 18 нет даже больше перенаталка делается до недели пока узи пока пренаталка пока консилиум пока в этом то есть это не неделям до 20 до 20 лет прерывать беременность лучше по мне так лучше и коху знаете так на джин для доноров донорских эмбрионов все вопросы охватывают нет конечно только на 16 наследственных заболеваний кариотипы 16 наследственных но в плане моногенки наверное можно и дальше как бы копать на вопрос надо ли как бы докопать среднестатистически мне кажется этого хватает так если донор нгс обследован на гензаболевания значит ли это что он у него отсутствует мы это уже отвечали да это значит девочка нарушение 8 хромосома не понимаю почему это известно что нормальные кариотип у родителей не гарантия прохождения по гта эмбриона возможно случайные хромосомное отклонение а имеет ли место обратная ситуация когда аномальный кариотип родителей сам по себе не оставляет шансов на получение эмбриона это мы тоже аромасомных это вот то что я вам рассказывала про свою девочку замечательно она была не в этой клинике в другой да когда две сестры близняшки вот она меняется то что девочка писала у нее две сестры близняшки из одного плодного яйца с одинаковой генетикой с одинаковой сбалансированной реципрокной транслокации по 2 по 8 хромосомы у одной сестры от разных партнеров трое детей вот так вот беременела случайно спонтанно не всегда желаемо от моя пациентка соответственно с такой же да ну я не помню уже там пять или шесть попыток эко у нас было в разных четыре или пять у нас было в разном формате эко 11 эмбрионов плюс перед этим были еще беременности самостоятельные к сожалению это закончилось донорским эмбрионом причем тогда когда мы хотели взять донорскую этиклетку нам уж не давал это сделать она в итоге развелась с мужем ради этого пришла я сказала слушайте а я никогда не пыталась беременеть другого человека давайте попробуем мы сделали еще одну попытку эко с донорской спермой к сожалению пришло все то же самое все эмбрионы как бы да через не вот и она сказала все я хочу ребенка давайте донорский эмбрион мы сделали донорский эмбрион интересно было другое то что на вас на седьмом или восьмом месяце беременности она пошла на свадьбу к своей подруге и встретила мужчину влюбилась через месяц они расписались рожала она уже в браке оботрезающая счастливая семья и периодически смотрю за ними тоже соцсетях как бы вот поэтому все все у нее тоже стало хорошо у этой девочки но вот как ни странно да вот сестра да а вообще не угадаешь и вот тогда я помню чтобы консультировали с очень многими генетиками на карме спрашивала в кулуарах как бы да и мне говорили слушайте ну пока есть силы пока есть эмбрионы пробуйте потому что не ответить черного как бы белый у кого как да по поводу кстати этот холторами я с еще в общем с металлиопица это я уже полторама она в основном доминантами не с мутациями динова вот там надо разобраться посмотреть обычно что делают сначала находят мутацию в гене у пробанда потом смотрят мутации уже у родителей то есть ну с учетом того что порядка ну большого большая вероятность что это д нового тогда риск для повторной беременности он будет низкий но очень редчайшие формы там короче надо на консультацию лучше чтобы мы уже разобрались с этим но скорее всего это и к ну тут надо понимать если это д нова с риским с риским все с низким риском да так что совсем быстро ускоряемся как бы вы порекомендовали 39 лет один эмбрион мозаик по второй хромосоме пройти еще одну стимуляцию для получения адекватного эмбриона или делать крил протокол 39 лет однозначно еще один одну стимуляцию однозначно пока есть что делать да вам не 43 вам не 45 однозначно 39 пробовать так это что-то тут что-то обсуждают сегодня наткнулась а так может ли повредить за эмбрион при проведении пгт но не этически да ну прям совсем эксклюзивно редки ну то есть он сам уже такое тоже по качеству хорошей клиники нет я все о своем но я сталкиваюсь со всей россией сегодня наткнулась на статью другой клиники репродукции о том что дети рожденные из криоконсервированных эмбрионов больше подвержены заболеванию рака в детском возрасте правда ли это не сталкивалась нет это нет может быть кто-то делал какие-то такие мета анализы и какие-то сделал выводы но честно не читала не знаю поинтересно мне кажется нет нет ни как нет криоконсервированные они на 100 грамм тяжелее мы не знаем пока при рождении вес на 100 грамм тяжелее мы не знаем дальше в популяции как это потом на них там отразиться да и должно пройти там лет семьдесят сто наверное но я единственное что знаю что у мужчин возрастных кто вот поздней репродуктивной группы вот у не умственные нюансы у них позже за 3 не у них он как гематологии ну я не знаю что папа 65 если просто крио просто заморозили разморозили то вот они на 100 грамм тяжелее но на 10 миллиметров штутного столба у них диастолическое давление у подростков выше поэтому возможно риск гипертоническая болезнь и у этих деток в 60 лет будет выше возможно возможно нет возможно это растворится в популяции и никак мы это не увидим да про онкологию не слушала точно так вопрос из ватсапа вопрос связан с планированием второго ребенка один ребенок родился со всеми симптом а это мы уже да так а и все а 11 4 хромосома в заключении не рекомендован перенос нужно ребят все не рекомендован значит точно нет так сейчас по поводу холтерамы по уточнению деревянок родился так я пока отвечу про вот 11 4 если написано заключение не рекомендован то это стопроцентно не рекомендован ребят все не надо мучить эмбрион и генетиков делаем другой так по поводу холтерамы мы сами к сожалению не делаем это другие лаборатории вот но по идее зависимости от того где вы живете с любыми генетическими заболеваниями обязательно на учет в мгц и уже в рамках этого то есть бывают иногда федеральные исследования бесплатные но для того чтобы их получить вам надо стоять на учете да именно по ну как бы федеральным там или в округе ну зависимости от того в общем где вы живете это можно сделать бесплатно и вот ну да по холтерами это чаще всего дэнова патология ну надо до обследоваться тогда с низким риском на всякий случай проговариваю фразу о том что и я и эльвира сергеевна ведем онлайн приемы то есть если вы нас слушаете сейчас вниз из не санкт-петербурга да вы не можете прийти на консультацию лично ножками то можно записаться но 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 он у центра онлайн генетики нашей консультации из двух эмбрионов xx не прошедших по gta есть повторяющиеся нарушения моносомия аутасума 17 о чем это можно говорить если вы сдавали кариотипы по кариотипу вас все норм то ну вообще 17 очень редко когда задействовано ну в общем надо исключить может быть иногда редкие формы в общем тоже какие-то транслокации или могут быть если же по кариотипу вас норм и это просто повторить закон парных случаев иногда так бывает бывает иногда что именно почему-то определенная хромосома отстает в отделении мы получаем один и тот же результат но зависимости вот прям четко и нет и повлиять мы тоже не можем и 4 хромосома в заключении не рекомендую перенос нужно ребят все нет нет конечно если там четко патология то нет принципе даже если мозаики у нас тут спорные моменты были что не отменяет первого до не отменяет результата первой биопсии всегда будем помнить худшее да поэтому так мой вопрос про бабушку прочитали но не ответили так давайте ответим это будет на последний уже вопрос честно так про бабушку ищем у которой мальчики мы же ответили что говорил у бабушки мужа первые три ребенка мальчики умерли по неизвестной причине в первой мы вначале еще разговором ты говори в первые месяцы жизни потом родилась девочка мать моего мужа с ней все хорошо может ли это быть обусловлена генетика и передаваться через поколение вот это может быть опять же икс цепленным заболеванием это может быть проблема ну чем тут надо разбираться это делается помимо кариотипа может быть хромосома микроматочный анализ может быть панель это для чего для того чтобы посмотреть носительство но носительство какого плана если бы это если тыкс цепленная то в любом случае мама носитель но поскольку ваш муж здоров дата вероятно что то есть как бы нам надо собирать родословную если это обусловлено и зависит от пол это один вариант если есть другие какие-то если ну как бы анализа это другой вариант лучше конечно пообследоваться более масштабно так мы вас тоже все очень любим вы тоже все лучшие но к сожалению у меня уже три пациента сидят и уже злятся в колл-центр мне пишется да поэтому мы сегодня закругляемся все остальные вопросы на онлайн прием либо на личный прием спасибо вам огромное что вы нас сегодня слушали терпели надеюсь вам было это интересно и всего доброго доброго до свидания я уже спасибо спасибо Продолжение следует...